Путешествия начинаются буквально за порогом нашего дома. И если смотреть на мир глазами и сердцем, удивляться и радоваться каждому дню как чуду, даже в привычном замечается необычное. Так считает Людмила Пронкина, которая вот уже больше двух десятилетий руководит детской художественной студией. Путешествие. Это слово стало первым и главным в тематике юбилейной выставки студии. Каждый человек, выходя из дома, другим уже не возвращается никогда. Даже, может быть, это он сам того и не знает. Другое ключевое слово – волшебный. Волшебным образом. Мир начинает рисоваться под себя, под твои мечты и сказки. Стоит только взглянуть на него, как на увлекательное путешествие. Чем больше рисуешь природу и мир, тем понимаешь, что она абсолютно волшебна. И вообще устройство мира волшебно. И когда ты смотришь, и чем больше ты это понимаешь, тем, наверное, больше с чувством ты на все это смотришь. И замечаешь вот это волшебство буквально во всем привычном, то, что окружает себя. И, наконец, третье магическое слово – ковчег. Вот эти ковчеги нам помогли потом передвигаться уже из наших родных лесов в разные страны и континенты. Вот страны тут волшебные. Вот вы можете посмотреть вот здесь. Посмотрите, какие необыкновенные. То есть ковчеги нам позволили взлететь над нашей грешной землей и полететь. Как к увлекательному путешествию на спасительном ковчеге сотрудники и воспитанники «Калибри» подошли и к пандемии? У нас сложилась даже сказка. Сочинилась. И начиналась она так. В некотором царстве, в X государстве жили были злые человеки. И создали злые человеки монстра, воина, чтобы в страхе подчинения своих соседей держать. Но этот был монстр так мал и так, наверное, коварен, что он решил, в общем, одел сам на себя корону и пошел войной сам на все человечество. Вот и мы с детьми отправились, как смелые такие воины, путешествовать и найти средства против этого страшного супостата. Все эти работы – результат деятельности нескольких мастерских студий, в каждой из которых разыгран собственный сценарий. Путешествия в сказочный лес или в подводное царство, фантастические города, в которых слышны отголоски Рериховской шамбалы, и волшебные герои, помогающие справиться с монстром в короне. Конечно, лейтмотивом – ковчеги в технике папье-маше. Входя в этот зал, не просто оказываешься в другой реальности. Внезапно попадаешь в сказочное путешествие волшебного ковчега. Выставка, которая поднимет настроение и отвлечет от гнетущих мыслей, продлится до 12 мая. Спешите и заражайтесь волшебством искусства.